Ну, приехал я, конечно, сюда не Муэдзинов слушать, а снять большой репортаж об Экспо 2020. По цене довольно комфортно, по качеству умеренно. Здесь расположено большинство лучших ресторанов Дубая. Ближний Восток, с точки зрения дизайна, мне кажется, абсолютно незаслуженно как-то обделен вниманием. Восток, с точки зрения дизайна, мне кажется, что я не знаю, что я не знаю. Ну, вот как раз тут какая-то молитва началась. Муэдзин, так его, по-моему, зовут. Собирая всех на намаз. Ну, приехал я, конечно, сюда не Муэдзинов слушать, а приехал я сюда снять большой репортаж об Экспо 2020, которая проходит здесь. Она проходит в 2021 году, была отложена из-за известных событий. Мы об этом много говорили, много рассказывали про павильоны, про то, какая она будет. Ну, и вот пришло время показать, какая она есть на самом деле. Это будет такая тревел-часть. Здесь я расскажу про гостиницы, про рестораны. Ну, а репортаж об Экспо и о самых красивых павильонах вы увидите отдельно и уже на моем основном канале. Там будет про архитектуру, там будет про дизайн. Прилетел я рано утром в очень симпатичный, надо сказать, аэропорт Дубая. Последний раз я был здесь, наверное, лет 10 назад. Первый раз я вообще был в 2005 году, и здесь вообще ничего не было. Не было ничего здесь, вот в этом районе, в котором я сейчас нахожусь. Надо сказать, это не самый симпатичный район Дубая. Ну, и вообще, конечно, зелени здесь явно в этом городе не хватает. Да, как и на выках вождения некоторым местным водителям. Здесь с того времени, когда я в последний раз был, появилось метро. И вот я сейчас как раз на него и иду. Ну, и надо сказать, что метро идет вдоль основной транспортной артерии Дубая. И, конечно, можно разглядывать все те новые архитектурные сооружения, которые появились за все это время. Это, конечно, интересно. Ну, и само метро, в общем, тоже, конечно, очень современное и симпатичное. И, конечно, очень много симпатичных дорогих тачек здесь. Это тоже нужно отметить. Отельчик выбрал посередине между центром и экспо, чтобы было удобнее ездить на экспо. Ну, понимаешь, что, в общем, наверное, не самый удачный выбор с точки зрения локации. Потому что вроде как и туда ехать нужно, и сюда ехать нужно. Поэтому не уверен, что здесь это было правильное решение. Но по цене довольно комфортно. По качеству умеренно, я бы так сказал. Ну, в общем, и расскажу пару слов традиционно о номере. Номер довольно просторный. Аж 42 квадратных метра. Естественно, есть рабочее место, есть какая-то зона у телевизора, зона отдыха, большая красивая кровать. Все прекрасно оборудовано, все в замечательном состоянии. Есть какой-то арт недорогой. Ну, это просто постеры. Есть какие-то красивые светильники. Есть замечательная ванная комната, тоже довольно просторная. Там есть и душ, и ванна, и очень интересное висено зоной санитарной, скажем так. Там есть и биде, и гигиенический душ. Ну, дело в том, что гигиенический душ – это такая традиция больше местная, а вот биде – это более европейская. Ну, в общем, решили таким образом удовлетворить все запросы. По оборудованию «Фаянс Идеал Стандарт» – это хорошо, это такой очень правильный для проектов выбор. С точки зрения смесителей – это Ханс Грой, это тоже замечательно, об этом я много раз рассказывал. Поэтому здесь, в общем, вопросов нет, хотя, конечно, серии недорогие, радует только большая верхняя лейка. Ну, и еще так немножко позабавило, на ванне одна коллекция, а в душе и на раковине другая. Ну, вот это вот так интересно, не понимаю я, с чем связан этот выбор. Ну, нормально, симпатично. Вот. Кстати, да, что касается метро, почему-то оно не работает сейчас в аэропорту. Мне пришлось проехать на Uber до ближайшей станции метро, и еще и подождать чуть-чуть, потому что почему-то, по какой-то непонятной причине, в пятницу метро работает с восьми, а так обычно с пяти. Вот. Ну, подождать, в общем, полчасика было довольно несложно. В общем, пока вот такие вот первые обновленные впечатления. Отправляюсь на экспо. Ну, а с вами встретимся уже ближе к вечеру. Пойдем проверим, как изменилась гастрономическая сцена в Дубае. Здесь, в общем, все выглядит пока довольно вдохновляюще. Субтитры сделал DimaTorzok итак, для первого ужина в Дубае я выбрал победителя этого года в категории китайской кухни. Ресторан называется Hutong, находится прямо в самом центре финансового центра Дубая. То есть, Дубай International Financial Center. Классный район с кучей классных небоскребов. Бурдж-Халифа тут в двух шагах. Ну, и вообще, нужно сказать, что здесь расположено большинство лучших ресторанов Дубая. Итак, с точки зрения интерьера, все максимально традиционно, очень качественно традиционно. Посередине стоит дерево с какими-то красными листами, лепестками. Ну, видимо, приносит удачу. И, конечно, под ним стараются сесть наиболее продвинутые, ну, либо романтично настроенные. Что касается санузла, то там с дизайном тоже все абсолютно шикарно. Потому что столешница из Нера Портора. Это очень круто. Какие-то цветочные обои. На полу мраморная плитка с афортами. Ну, в общем, это действительно очень круто и очень дорого. Поэтому за интерьер, в принципе, и за интерьер санузла по пятерке. Ну, за локацию, естественно, тоже. Что касается кухни. Ну, это прямо тоже одна из лучших китайских кухонь, которые я пробовал в своей жизни. Она, надо сказать, все-таки такая более адаптированная. Вкусы более европеизированные. Но при этом узнается именно китайская кухня. На закуску я взял роллы с креветками. Они были великолепны. Ну, и вообще, нужно сказать, что здесь качество исходных продуктов решает все. Потому что они просто запредельные. Замечательные булочки, паровые булочки Бау с лобстером и имбирем были тоже прекрасны. В меру острые, в меру ароматные. Ну, и, конечно, их еще отличает небольшой нюансик в виде пояска из васаби. И специальные глазури сверху, которые обычно, в общем, Бау не поливают. Ну, и на горячее был традиционный китайский рис с морепродуктами. И замечательная обжаренная в воке с корнем сельдерея и бамбуком говяжья вырезка. Ну, тут все тоже абсолютно безупречно. Потому что и исходные продукты его приготовления замечательные. Ну, и, конечно, их чили, оно прямо, как говорят, славится на весь Дубай. Что еще нужно отметить, что этот ресторан, это родная сестра ресторана Хутонг, который находится в лондонском Шарде. Тоже, надо сказать, локация заслуживает определенных референсов и внимания. Ну, и эта локация, и та локация, конечно, очень сильно влияет на ценник. Ну, он, конечно, для китайской кухни просто получается конский. Я не скажу, что он того не стоит, но, конечно, мы привыкли, что китайская кухня, конечно, в разы дешевле. Поэтому, ну, не хочется снижать оценку, но придется, потому что, конечно, нужно за что-то снизить. В общем, вот так, друзья. В любом случае, рекомендую, точно стоит сходить для того, чтобы понять, что китайская кухня, это не всегда дешевое барахло, которым забит весь Санкт-Петербург. Ну, уж не знаю, там, как Москва. Ну, в любом случае, качественных ресторанов с китайской кухней в России не так много. Итак, друзья, я сменил отельчик. Решил пожить в другом районе. Вообще, рекомендую так делать. Когда вы приезжаете, особенно в такую довольно длительную деловую командировку, то это имеет смысл. Прокатиться по разным районам, попробовать разные отели, посмотреть, где лучше. Ну, и, в общем, здесь не скажу, что сильно лучше. По локации, в общем, плюс-минус то же самое. По качеству номера, ну, как бы должно вроде быть покруче, но на самом деле не покруче. Не совсем понятно мне шкаф в несколько уровней. Две кровати мне досталось. Здесь у нас вот такой вот вид на город. Ну, здесь, да, здесь вот вид на скайлайн, конечно, он покруче, чем там. Хотя внизу, блин, тоже какая-то дебильная парковка. Что мне понравилось, это вот такой вот очень интересный блок-аут. То есть, это такие раздвижные ставни. Ну, вот, это, конечно, прикольно. Здесь вот тоже как-то привалок, тоже многоуровневый. Но, честно говоря, это все, блин, просто дичь. Потому что вот если открываешь шкаф, то вот нижний ящик, вот там он, бьется о вторую дверь. И, конечно, это полный бред. И еще вот меня, конечно, порадовал вот этот момент. Первый раз такое вижу, что этот пент прикручен на мертво. Видимо, у них и пруд, что ли, я не знаю. Вообще, вот такого еще не видел я. Судя по отделочным материалам, дизайном этого номера занимались где-то в десятых годах. Попадаем мы в ванную комнату, видим такой Timberstone камень. Вообще, это очень популярный в то время был материал. Также здесь типа Pearl Blue на унитазе с биде. И вот эта вот стойка с умывальником. Увальник подкладной – это хорошо. Смеситель с лоскими поверхностями – это плохо. Смеситель с танины – это хорошо. Почему поставили укороченную версию унитаза и биде – непонятно. Это жутко неудобно. И здесь это неоправданно, потому что место хоть отбавляет. Здесь у нас душевая, мрамор в этих пятнах, значит, его плохо защищали. Это минус. Верхний душ, ручной душ, термостат. Все, в общем, как бы прекрасно. Ручка, кстати, внутри тоже очень удобно, чтобы схватиться и там что-то потереть. Здесь, например, косметическое зеркало. Не знаю, почему ательеры любят вот эту вот марку Aliseo. Но она реально во многих пятизвездочных отелях именно она стоит. Хотя, на мой взгляд, ну тоже вот такой люфт, он, конечно, не должен быть. Ну, в общем, и целом, на те пары ночей, которые есть здесь, нормально. Но не сказать, что умереть не встать. Завтра, кстати говоря, здесь послабже. Да я уже успел попробовать. Но бассейн посимпатичнее. Хотя и на втором этаже. А там был наверху, на крыше с видом на Бурш-Аля-Раб. Ну, то есть на тот самый знаменитый дубайский парус. Друзья, сегодня был просто потрясающий день на экспо. Это, конечно, всемирное событие первой величины. И я очень рекомендую вам сюда приехать. Потому что экспо будет открыто до 31 марта 2022 года. То есть у всех абсолютно будет возможность сюда съездить. Тем более зимой здесь довольно комфортно. комфортнее даже, чем сейчас. Да, потому что жара 30-30 с лишним градусов. Это все-таки не самая оптимальная температура для того, чтобы наслаждаться всей этой красотой, всеми этими замечательными зрелищами. Но в этом выпуске, собственно, не об этом. В этом выпуске о том, где поселиться и где поесть. Я вот посетил очередное азиатское заведение. Паназиатский ресторан, который называется BB Social. Он занял в этом году второе место в категории азиатских заведений. Ну и, в общем, надо сказать, не зря. Несмотря на то, что заведение азиатское, выглядит оно скорее как французское бестро, либо, может быть, какая-то американская история. Не знаю. Вот по эстетике мне вот больше это напомнило. Интерьер довольно лаконичный, но с характером. Правда, меня посадили внизу. Это тоже нужно иметь в виду. У заведения на самом деле три уровня. И поэтому, конечно, лучше попроситься наверх. Либо, если вы хотите пообедать, поужинать на террасе, то бронируйте, соответственно, террасу. Я этого не знал, поэтому меня как одного посадили вниз. Ну, то есть, на самые невостребованные столики. Ну, это такой небольшой, скажем так, минус. С лихвой компенсировался очень неплохой кухней. Действительно неплохой кухней. На закуску я взял местных устриц. Оказывается, здесь выращивают устрицы. Они довольно мелкие, но ароматные и вкусные. Поэтому рекомендую и относительно недорогие. Также я попробовал сашими из масляной рыбы. И это было действительно очень и очень недурно. Лапша фо, вьетнамский суп. Ну, в общем, довольно качественный. Но ничего такого супер выдающегося в нем не было. А вот острая рыба с йогуртовой заправкой, ну, с таким соусом на основе йогурта, с мятой и огурцами. Это прям вот хайлайт. Это понравилось очень-очень. Это было очень ароматно. Рыба прекрасно приготовлена сама по себе, великолепного качества. Поэтому, конечно, тут 5 баллов. В общем, за кухню действительно 5 баллов. И, в общем, за ценник тоже, потому что для Дубая он такой, ну, действительно получился абсолютно нормальный. За что я поставлю минус? Это, конечно, за ужасное состояние туалета. Точнее, по дизайну он как бы ничего. Но по частоте, конечно, стоило бы и последить за тем, что там происходит. Ну, и с точки зрения локейшена, это, конечно, опять же, дубайский международный финансовый район. Одно из самых напонтованных мест, которое называется Гейтвиллыч. Парковка автомобилей говорит о многом. Поэтому место расположено понтово. Парковка автомобиля стоит относительно нормально, по качеству неплохо, рекомендую. Продолжение следует... Ну, и буквально перед вылетом еще забежал на одно событие посмотреть. Это Dubai Design Week. Вообще здесь есть район, который так и называется, Dubai Design District. И там, скажем так, постоянная экспозиция. Хотя для этого события там появились какие-то довольно интересные инсталляции. Ну, и, соответственно, резиденты тоже представляют какие-то интересные новинки. Отдельно выстроили павильон, который называется Downtown Design. И тут уже практически традиционная выставка. Выставка, понятно, небольшая. Я обошел там меньше, чем за 40 минут. Но кое-что интересное, конечно, увидел. И вообще очень интересно, что тут как-то очень много восточноевропейских компаний представлено. Несколько стендов из Польши. Венгерский стенд, чешский. Ну, в общем, оказывается, да, им есть что предложить. И, в общем, наверное, действительно, эмиратский рынок это то, где можно сейчас заработать себе имя гораздо дешевле, по крайней мере, чем это в Европе. Пару, конечно, интересных находок было и с точки зрения сантехники. Ну, во-первых, абсолютно уникальный, он так и называется, компания Unique, которая печатает смесители на 3D по вашему дизайну. Вот. Абсолютно разные. С абсолютно разными функциями. Могут быть сенсорные. Могут быть даже с сенсорным управлением температуры. Это, конечно, что-то действительно очень необычное. Ну, и если вы не знали, в Дневных Равских Эмиратах тоже есть дизайн. И здесь есть несколько компаний, которые предлагают очень интересные разработки. Ну, и вообще, Ближний Восток с точки зрения дизайна, мне кажется, абсолютно не заслуженно как-то обделен вниманием. Друзья, мой трип в Дубай подходит к концу. Я напомню, что основная цель была снять для вас большой репортаж с выставки Expo 2020. Обязательно посмотрите эти 4 эпизода на моем основном канале. Ну, и оставайтесь с нами, и будет не менее интересно. Отправимся с вами еще куда-нибудь. Это купол, который представляет из себя самый большой проекционный экран в мире. При проектировании павильона Объединенных Арабских Эмиратов архитектор Сантьяго Клатрава вдохновлялся национальной птицей Эмиратов. Это сокол. Лес интеллекта. То есть это лес, который показывает современные разработки испанцев в области устойчивого развития. Сантьяго Клатрава вдохновлялся национальной птицей Эмиратов. Сантьяго Клатрава вдохновлялся национальной птицей Эмиратов.